Равин Шнайдер Пусть Бог благословит вас и шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на передачу «Узнавай еврейского Иисуса». Я в восторге от того, что буду путешествовать с вами по Святой Земле в этом особом цикле. В этом выпуске мы побываем в Ифсаиде и Иерусалиме. Начнем с Ифсаиды. Она очень важна, потому что несколько апостолов родом из этого города. Но этот город также известен тем, что отверг Иисуса. Когда я приехал туда, то увидел лишь руины. А вот что бывает с нами, когда мы не принимаем Иисуса. Мы засыхаем и умираем. Я больше расскажу вам об этой истине после того, как мы посетим Ифсаиду. Присоединяйтесь ко мне, вас ждет захватывающий выпуск. Пусть Бог благословит вас и шалом. Это одно из главных мест, реальный город. Иисус был здесь. Я хочу сразу показать вам Писание и рассказать о том, что случилось в Ифсаиде. Во-первых, Ифсаиде — это родной город Петра, Иакова, Андрея, Иоанна и Филиппа. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, первой главе. Это также то место, где Иисус накормил пять тысяч человек. А теперь я хочу процитировать два местописания. Первое — Евангелие от Марка, восьмая глава, с 22 стиха. Приходит Вифсаиду, где мы сейчас, и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Тут тоже скрыта истина. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение». Я считаю, что мы должны понять следующее. Мы не должны сдаваться, когда молимся за кого-то и не видим мгновенного результата. Ведь даже Иешуа в данном случае молился дважды, прежде чем слепой получил исцеление. Если вы служите кому-то, ему становится лучше. Служите дальше и верьте в полное исцеление. Кроме того, именно здесь Иешуа сказал, что Содому и Гаморе будет лучше, чем этому городу, который отверг Бога воплоти. Иудеям тяжело представить, как Бог ходил в образе человека на земле. Но это не новость. Ведь когда Авраам был у Дубравы Мамре, то к нему пришло трое человек. Двое человек ушло, а один остался. В Торе говорится, что оставшийся был Ют Хей Вав Хей. Буквально Бог воплоти. Это был Бог в человеческом облике. Возлюбленные, даже в первой книге Библии мы видим пример того, как Бог являлся в образе человека. И когда мы говорим о том, что Иисус Сын Божий, или о том, что Бог явился Аврааму воплоти, откуда мы это знаем. Библия говорит, что Авраам служил Богу. Он не знал тогда, что это был Бог. Но это то, что Писание открывает нам. Он дал ему молоко и мясо. Кстати, это ставит под сомнение раввинистический закон о смешивании молока и мяса. На самом деле, закон говорит, не варить селенка в молоке матери его. Я считаю, что Бог настолько связан с личностью и динамикой взаимоотношений, что учитывал взаимоотношения матери и ребенка. Но люди взяли это место и превратили его в учение о том, что молоко и мясо нельзя есть вместе. На самом деле, в еврейской Библии мы видим, что Авраам дал Ютхей, Вавхей, молоко и мясо как одно блюдо. Но давайте вернемся к вопросу явления Бога воплоти. Иисус ходил и служил в Ифсаиде. Здесь его не приняли. И он сказал, что Содому и Гаморе будет лучше, нежели этому городу. И мне это говорит о важности человеческой воли. Один Иисус и Иешуа — одно слово. Один город принимает его, а другой отвергает. В чем была разница? В людях, в их воле. Это касается и нашей жизни. Каждый день мы должны наблюдать за собой и следить за тем, чтобы делать правильный выбор. Тора говорит нам, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты». Каждый день я слежу за своими мыслями, своим отношением и принимаю решение о том, о чем буду думать, на чем буду концентрироваться и как буду жить. Тора говорит нам, что грех лежит у дверей, и он вылечет к себе. Но мы должны господствовать над ним. Это реальная сила. Это реальное проявление тьмы в этом мире. Он пытается привлечь нас к тьме, к обвинениям против Бога, против других и себя. Мы должны выбирать жизнь, верить добру, выбирать любовь, милость и жить в победе. Ведь если мы не будем поступать так, нас ждет судьба этого города, отвергнувшего Иисуса. Мы должны не просто верить в него словами, но выбирать его в духе каждый день. Бог говорит, выбери жизнь, чтобы жить тебе. Этот город выбрал смерть. Иисус сказал, что ему будет хуже, чем Содому и Гаморе. Мы с вами также каждый день делаем выбор. И мы должны выбирать жизнь. Тора или Ветхий Завет, а точнее книга Второзакония, очень четко говорит каждому человеку. Нам нужно избрать между жизнью и смертью, между проклятием и благословением. Только от человека зависит, что он выберет. Смерть и жизнь предложил я тебе сегодня. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты. Это актуально как во времена Ветхого Завета, так и сегодня. Каждый человек решает, где он проведет свою вечность. Поэтому наш выбор определяет наше местонахождение, как здесь, так и в жизни вечной. Выбирайте, друзья. Возлюбленные, путешествуя с Иисусом по Израилю, мы видим следующее. Когда люди отвергали Его, когда города или места отвергали Его, то эти города умирали. Это было с Вифсаидой, которую Иисус сравнивал с Содомом и Гаморой. Так же было с храмом. Иисус сказал, что из-за того, что люди не поверили в Него, храм будет разрушен. Те места, которые отвергали Его, ждала смерть. То же самое касается нас с вами лично. Если мы не принимаем Иисуса, не учимся питаться от Него, жить им, тогда наша участь плачевна. Иисус сказал так. Если пребудете во Мне, и Я в вас, то будете иметь жизнь. Если у нас нет постоянных взаимоотношений с Иисусом, то нас ждет то же, что в Ифсаиду и храм наши жизни разрушатся. Вечная жизнь — это жизнь в Духе. Плоть умирает. Все мы это знаем. Когда нам уже за 20, за 30, за 40 лет, то мы видим, что наши тела начинают увядать. Библия говорит, что внешний человек разлагается, но если в нас живет Иисус, то, несмотря на распад внешнего человека, внутренний человек обновляется каждый день. Я хочу призвать вас, не будьте как Вифсаида, отвергнувшая Иисуса. Иисус стоит у дверей нашего сердца и стучит. Если мы впустим его, то будем становиться сильнее и сильнее, одерживать с победы, питаясь от Иисуса, источника нашего спасения. Если же мы отвергнем его, то засохнем и умрем. Когда я ходил по Вифсаиде, которая отвергла Иисуса, то видел одни лишь руины. Возлюбленные, мы стареем. Мы можем либо обновляться в духе, либо угасать без духа, пока не придет смерть. Библия говорит, сейчас день спасения. Если сегодня мы слышим его голос, то не должны ожесточать свое сердце. Иисус сказал, «Я хочу прийти. Если вы впустите меня, то обретете жизнь. Я буду иметь общение с вами, а вы со мной». Библия также говорит, что если мы отвергнем Иисуса и его присутствие, тогда оно покинет нас, и нам останется лишь умереть в наших грехах. Я очень люблю вас. Но намного важнее то, что Иисус любит вас. И Он приглашает нас в более глубокие взаимоотношения с Ним. И когда мы принимаем Его, наша жизнь становится ярче. Я люблю вас во имя Иешуа. Мы находимся в Иерусалиме. Позади меня вы видите храмовую гору. Спасибо вам за возможность побывать здесь. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран. Поддерживая это служение, вы сеете семя в служение, достигающее народа, и плод будет великим. Я знаю, что вам важно вкладывать свои деньги в служение, приносящее плоды. Мы получаем истории со всего мира. Жизни меняются. И все это благодаря вам. Спасибо вам. Мы с вами партнеры. Библия говорит, что принимающий и отправляющий пророка получает награду пророка. Мы с вами связаны в этой работе. Реальность такова, что наше пребывание на земле не такое уж долговечное. Библия говорит, что наша жизнь как пар, поэтому мы должны принести разницу, пока есть время. Давайте использовать наше время, наши таланты и сокровища для распространения Евангелия. Иисус сказал, распространяйте Мое Царство до краев земли. Нас с вами ждет награда, когда Он вернется. А теперь вернемся к сегодняшней программе. Возлюбленные, как я уже говорил, Вив Саида отвергла Иисуса, но евреи отвергли Его не только там. Еще больше людей отвергли Его в Иерусалиме. Но у Бога есть свой план. Он любит евреев, и у Него есть чудесный план для Израиля. Теперь давайте еще раз отправимся в Иерусалим, и я поделюсь с вами посланием из Божьего Слова. С вами Рави Шнайдер. Я в Иерусалиме. Я хочу открыть Евангелие от Матфея 23 главу 37 стих. Это слова Иешуа. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов в своих подкрыльях, и вы не захотели. Возлюбленные, это открывает нам сердце Бога Отца и Иисуса в отношении евреев. Знаете, со временем церковь отвернулась от евреев. На протяжении многих лет богословы верили, что обетования, которые принадлежали Израилю, больше не его, потому что он отверг Иисуса. Они учили, что все обетования Израиля теперь принадлежат церкви, что Бог оставил эту страну, потому что они отвергли Иисуса. Возлюбленные, это ложь. Иисус, который две тысячи лет назад проповедовал Иерусалиму, говоря, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, желает он того же и сегодня. Бог желает, чтобы мы любили и достигали еврейский народ. Я хочу прочитать вам несколько мест из послания к римлянам. Часто, когда мы читаем послания к римлянам, то слышим лишь базовую теологию спасения. Мы превратили послание к римлянам в теологическую базу спасения. Это мощный теологический документ, который рассказывает нам истину о спасении. Именно там, в римлянам, мы узнаем, что человек грешен. Мы узнаем, что Иисус умер на кресте, чтобы мы были спасены. Мы узнаем все это послание к римлянам. Но, возлюбленные, мы должны понимать эту главу глазами того, кто написал ее, глазами апостола Павла. А когда Павел писал эту книгу, то одна из главных вещей, которая была у него на сердце, это спасение евреев. Я повторю еще раз и покажу вам места Писания. Мы посмотрим девятую, десятую и одиннадцатую главы послания к римлянам. Все эти главы говорят о спасении Израиля. Этот вопрос лежал на сердце Павла. И он говорит, что это бремя о спасении евреев является бременем самого Бога. Дух Святой положил на него бремя спасения евреев. И теперь, прочитав Плач Иисуса об Иерусалиме, давайте вспомним о том, что Павел уделил целые три главы вопросу спасения евреев, помня о том, что этого желает Бог. Итак, давайте с вами вместе откроем послание к римлянам и прочитаем девятую главу. Павел говорит, «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израилетян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы и законоположения, и богослужения и обетования. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Павел говорил о том, как его сердце жаждет спасения иудеев. Он говорит, что его сердце так мучится, что он готов отказаться от своего спасения, только бы они спаслись. Павел говорит, что это бремя не только его личное, не только его эмоции. Павел говорит, что это бремя Дух Святой положил ему в сердце. Это его бремя. Послушайте, что говорит Павел. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Далее Павел продолжает в 10-й главе. Послушайте, что сказано здесь. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле вы спасение». А затем Павел говорит, что хоть большинство израилитян и не верят, это не проблема Слова Божьего. Во всем этом есть план. Бог вернет евреев к себе. Дары призвания Божьи для них не приложены. Давайте посмотрим 11-ю главу послания к римлянам. Только послушайте первый стих. Павел говорит, «Так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? О ком он говорит? О евреях? А затем он говорит «никак». Возлюбленные, я хочу сказать вам, что у Бога Отца и Иешуа есть особое призвание для евреев. первого народа в Завете. Он планирует использовать верующих язычников, вас, чтобы спасти евреев. Многие не принимают моего свидетельства, потому что они просто не могут иначе. Они говорят, «Я не могу тебя слушать, я еврей». Это противоречит тому, чему их учили. Но когда верующий язычник говорит им об Иисусе, то они более склонны выслушаться. Вот почему Библия говорит нам в послании к римлянам 11 главе, что благодаря ревности в сердцах евреев, которую поднимут язычники, весь Израиль спасется. Я призываю вас любить эту страну, молиться за ней. Давайте на проповедь Евангелия евреям и на гуманитарные миссии. Возлюбленные, любите евреев своими словами и делитесь с ними Евангелием. Не думайте, что эти люди выше вас. Помните, Иисус сказал евреям, «Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Павел говорил следующее о евреях, «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышат без проповедующего? Как написано, «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое?» Я люблю вас. Пусть Бог благословит вас. С вами был Рави Шнайдер. Шалом из Иерушалайма. Многие христиане начинают осознавать, насколько важно стоять с Израилем. Возлюбленный Бог до сих пор в завете с Ним. Павел говорит нам в послании к римлянам, что несмотря на то, что многие отвергли Иисуса, Бог не отверг их. Бог сделает так, чтобы Израиль уверовал, и Он сделает это с помощью церкви. Мы должны молиться за спасение евреев, показывать Израилю свою любовь и стоять с ним. Мирские медиа обманули многих, изображая Израиль как забияку, пристающего к окружающим странам. На самом деле все наоборот. Да, все допускают ошибки, но на самом деле Израилю не безразличны его враги. Возводя заборы на своих границах, они не хотят ранить других. Они просто защищали себя. Израиль следил за тем, чтобы не ранить других, защищая себя. На войне люди гибнут, но Израиль никогда не хотел навредить невинным. Он просто охраняет свои границы и себя самого. И сейчас, как никогда, они нуждаются в том, чтобы церковь встала с ними. Сейчас народы мира собираются против них. Мирские медиа не должны обмануть нас. Давайте молиться за мир Иерусалим. Библия говорит, что молящиеся за мир будут благословены. Господь благословит тех, кто благословляет Израиля, и проклянет тех, кто проклинает Его. Мы, как церковь, должны быть в согласии с Богом. Павел ясно говорит о Божьем сердце в отношении этой страны. Дары и призвания Божьи для нее не приложены. Они все еще актуальны. Если вы хотите быть в согласии с Богом, то должны выступать за Израиль. Вы делаете это, молясь за их спасение. Являя евреям любовь и жертвуя на служение, которые благословляют их. Отче, мы просим, чтобы Твой план для Израиля исполнился. Иисус, мы хотим, чтобы Ты вернулся, и все евреи спаслись, во славу Тебе и Богу Отцу, во имя Иисуса и во славу Его. Пусть Бог благословит вас, спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. Если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цели. Говорю вам из Иерусалима, я люблю вас, спасибо, вам. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры В шестой главе книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры 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 Субтитры